Всем привет! С вами канал PS4 Xbox One Russia. С вами Илья. Хотел рассказать вам, как сэкономить на покупках в Nintendo Store, E-Store. Рассказать про бонусную систему и про карту, с которой можно получить хороший кэшбэк за покупки в Nintendo. И не только в Nintendo, вообще, в принципе, в магазинах Steam, Origin, Xbox, Microsoft, PlayStation Store и вот Nintendo. У Nintendo есть своя бонусная программа. Тут вот золотые, начисляются за каждую покупку. Вот, очки. То есть, вы когда покупаете игры, можно на картридже покупаете, можно в онлайне, вы зарабатываете эти золотые очки. Каждое очко равняется 1 рублю. Вот. То есть, при покупке игры новой, вы можете эти очки использовать за счет покупки. Вот. Как заработать больше золотых очков? То есть, на загрузке, которую вы делаете в Nintendo Switch, Nintendo Switch, Nintendo 3DS, Wii U, через сайт их. Да, то есть, вы покупаете, вернее, вам начисляется 5% от суммы покупки. Если вы покупаете игровой картридж, 1% от суммы, сколько стоит она на данный момент без скидок в eShop. Вот. То есть, если вы с 3000, вы, допустим, заработали 150 золотых очков, то есть, можно сэкономить 150 рублей. На самом деле, классная штука. Вот я даже вот покупки делал, ты уже там 25 заработал, то есть, 25 рублей я могу на следующую покупку сэкономить. Вот. И еще есть, так называемая, валюта у них серебряные, вот эти очки, платиновые очки. Вот. И также есть Superman Run, Animal Crossing, вот это все можно зарабатывать. На что их можно тратить. И, кстати, срок действия тоже ограничен. То есть, вот смотрите, до 30-го, так, 0,4-го, 20-го, вот эти, 31-го, вот они тоже, видите, имеют ограничения. Но у меня нет, у меня на год ограничения вот этих очков, то есть, я их должен потратить за год, золотые очки, вот эти вот, 25. И мне год дается на их трату. Потом они просто, ну, сгорят. Вот. Это, на самом деле, очень выгодно. Да, то есть, вы покупаете игры. Именно тем самым Nintendo вас мотивирует покупать игры именно в их магазине, естественно, да, и получать максимальный бонус 5%. Плюс, если это делаете по карте All Games, по кредитной 5%, по дебетовой 3%, вам начисляется еще дополнительно в виде баллов. Эти баллы можно компенсировать потом этими баллами покупки. в том же вот это Nintendo eShop, да. То есть, вам, вы и тут 5 получили, и там, грубо говоря, если мы кредитную карту рассматриваем, 5 получили. Да, и того 10% получается у вас. Вот. Что очень круто. Просто цены Nintendo eShop и вообще, в принципе, на игры Nintendo, вы знаете, не маленькие. Очень не маленькие цены, потому что вот даже вот если зайти в мой магазин, ну вот я отложил игры себе, которые хочу купить в ближайшее время. Вот. Видите, сколько? 60 игр. Вот я отложил, которые хочу купить. И вот цены на них, да. То есть, очень, так сказать, не маленькие цены. Есть скидки, да, дополнительные. Nintendo предлагает по скидкам также. Можно игры покупать. Но на крутые игры очень редко скидки какие-то. Вот. То есть, например, вот эксклюзивы их. Вообще, очень мало скидок. Допустим, вот он. Mario Kart 8 Deluxe. Вот, видите, фул прайс. 4 500. Хотя игра уже, ну, как бы, давненько вышла. Вот. Вот. Luigi Manson, окей, недавно. Но тоже. 4 500. Это дороже, чем у Sony. Это мы еще одного видео будет. Сравнение магазинов. Вот с PlayStation и с Nintendo. Сравним цены напрямую. Вот сколько игры стоят. Ну, похожие игры, да, одинаковые игры. Сколько стоит на Sony и Nintendo. И еще сравним эксклюзивы, цены. Да, у Sony и Nintendo. Вот. Так что, видите, игр много, которые я отложил. Но они стоят, если все это суммировать, ну, это будет, блин, 1070, наверное, будет. Ну, может, не 70, но 60 точно будет. Тысяча вот это все. Сколько и 60? То больше 100 тысяч у всех в Sony. Ну, это если 4 500. Ну, больше все вместе больше 100 тысяч. Нет. Так не все игры 4 500 стоят. Ну, все равно больше 100 тысяч получается за все вместе. Это же очевидно по цифрам. Ну, короче, ребят, видите, Санек даже тут капиталист. Ну, дорого, короче, все это. Очень дорого. Вот игры для Nintendo покупать. Поэтому максимально экономим, то есть оформляем карту All Games, покупаем игры в eShop. Некоторые игры, естественно, вот, типа Mario, эксклюзивы, я рекомендую покупать на картридже с рук-то. То есть вот на Авито там за 2 500 можно купить картридж. Но это лучше, чем 4 500, да? То есть на 2 000 дешевле. Можно некоторые картриджи и за 2 000 купить. Вот, например, тот же Diablo. Я видел, мужик там продавал за 2 000. Вот. Тут 3 чем-то просят. Поэтому вот так вот. Так что экономим, как можем. Выливаем. Вот. На самом деле, консоль классная. Так что, в принципе, цены, пусть вас так сильно не пугают, можно сэкономить, можно... Расскажи еще, как... Купить. Как получить 5% когда, когда по кредитной карте его делится? Как получить? Просто привяжешь карту и делаешь покупки. И за каждую игру 5% тебе идет. Не всегда же. Ну, если оборот по карте 10 000. За месяц. Ну, 10 000 за месяц любой сможет сделать такой оборот. Это несложно. 10 000. Вы уже игры купили, тут уже 10 000 оборот сделали. Вот они. Поэтому это не проблема. Вот. Так что, на этом, я думаю, будем заканчивать уже. То есть, оформляйте карту и по возможности, да, на скидки. То есть, скидки. Каждый день какие-то новые скидки появляются в eShop. То есть, почаще что-то заглядывайте в магазинчик. И на авито. Если какие-то игры эксклюзивы. То есть, эксклюзивы, я только, не знаю, новогодняя распродажа. Это были 30% Mario, тоже вот. Mario Kart было 30% скидка. Но тоже 30. Это мало. С такой ценой. С такой ценой надо процентов 60 делать. 70. Чтобы было привлекательно. Вот. Но, к сожалению, живем с таким рублем слабым. Понимаете? Поэтому очень много рублей надо отдавать. Так же, так они стоят, в принципе, 60 баксов игры. То есть, в той же Америке, им не проблема американцам за 60 баксов игры покупать. Вот. Так что на этом я буду с вами прощаться. И Санек тоже вот тут прощается с вами. Пока-пока. Вот. До встречи в следующих видео. Пока.